Белая, светлая. Размеры? Маленькие, большие. В основном маленькие размеры. Скажите, а какие оболочки? Оболочные. Есть защитные оболочки, нет? Плёночка? Плёночка. То есть яйцеклетка, да? А вокруг просто как бы небольшой запас воды и оболочка. Защитных оболочек нет. Что с такой кровь произойдёт на воздухе? Могут рыбы размножаться. Только в водной среде. Поэтому яйцеклетки и половые клетки, они вот таким образом устроены. Поняли, да? Но много икры или мало? Много. О чём это говорит? Из них мало детей выводится. Правильно, 1% может доживать до полурового состояния. Потому что сами родители могут икру съесть, а другие животные могут икру съесть. Значит, размножение тоже только в водной среде. Но если есть внутреннее оплодотворение, есть такие рыбы, то идёт живорождение. Да? Видели вы с такими аквалиями? Вот у вас там живорождение происходит в аквалии. Можете понаблюдать. Да. Рождаются маленькие и маленькие, которые для тех развиваются. Скажите, а развитие какое, прямое или синтроморкоз? Прямое. Прямое. Маленьких морков ты видели? Да. Вспоминают взрослых. Да. То есть они рождут и потом становятся взрослыми, полувозрелыми. У каждых видов бывают свои определенные сроки достижения полувозрелого возраста. Значит, это тоже обязательно запомните размножение. Бывают случаи, когда у РЭП встречается гермофалитизм. Бывают случаи, когда пол меняется. То есть сначала была самка, стала самцом или наоборот, была самцом, стала самкой. Теперь ещё какие признаки вы можете отметить? По поводу школы тоже. Алло? Ой. Спасибо.